Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый диалог». С вами Наталья Григорьева. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Акционерного общества «Люберецкая теплосеть» Владимир Усанов. Владимир Александрович, здравствуйте! Добрый день, Наталья! Хотелось бы от себя лично, от имени своего коллектива поздравить с прошедшим праздником 9 мая. Я очень рад, что такие праздники у нас в городе проходят очень организованно. И было показано, что мы не забываем свою историю на бессмертный полк. Мне показалось, что, наверное, раза в полтора народа вышло больше, чем в прошлом году. Я очень рад за всех. Еще раз вас с прошедшим праздником. Да, присоединяюсь, присоединяюсь действительно к поздравлениям. Владимир Александрович, ну, продолжаем разговор. Вот, как никогда, актуальная тема в такую холодную, не по-майски холодную погоду, отопительный сезон, но подведение в итогов. Вот, он же закончился в городском округе? Да, в городском округе, согласно постановлению 28 апреля, он закончился. Но мы начали отключать, в связи, погодка была не очень, скажем так, привлекательной все равно. Мы начали отключать 29 числа. И 29 мы в течение суток, практически весь городской округ, жилые дома были отключены от теплоснабжения. От теплоснабжения до 2 мая не отключались больницы, детские сады и вся социальная сфера. 2 мая начали отключать социальную сферу. Ну, а по заявкам руководителей больниц, детских садов, мы продолжаем отапливать, кто готов принимать тепло. Или социальные объекты, да? А вот нет, по прогнозам, в принципе, холодная погода подержится еще какое-то время. Нет такой вероятности, что снова включат отопление? Все-таки прохладно. Вы знаете, есть вероятность, но запуск отопления всегда чреват какими-то, не то что непредвиденными обстоятельствами, это где-то 2-3-4 дня. Мы обычно запускаем в течение 6-7 дней. Если посчитает руководство городского округа целесообразность запуска, то, в принципе, мы готовы дать отопление и в жилые дома. Ну, на данный момент, пока такого распоряжения не поступало, надеемся, что в воскресенье вроде бы нас уже должно порадовать какой-то немножечко погодой. Пора бы, очень бы хотелось. Ну, как вы, по вашей оценке, прошел отопительный сезон? Ну, с какими результатами теплосеть вышла? Я вам скажу, что с каждым годом у нас результат, как бы сказать, все лучше и лучше. Да, это, я считаю, на оценку хорошо. У нас не было аварий, не произошло ни одной аварии. И происходили определенные технологические сбои, которые мы устраняли. Устраняли так, что жители не успевали реагировать на это. И температурный режим, согласно норм, в квартирах, он практически ни на один градус не опускался. А вот 6-7 января случился серьезный сбой? 6-7 января, да, это не от нас зависящее. Что там произошло по прошедшему времени? Значит, у нас здесь рядом, если по Смирновской ехать, с левой стороны, есть большая подстанция федерального значения Краскова. Значит, на этой подстанции произошел сбой. Вот у меня есть хронология этого сбоя. В 20 часов 30 минут 6-го числа отключение электроснабжения части города Люберезе. Это произошло повреждение в сетях ПАО «Маэск» на линии 110 кВт Латкарина-Краскова. При этом была практически отключена большая часть южной стороны города. Ну, что касается нас, это 9 котельных, 30-20 ТП, 4 больницы, 375 жилых домов. В какие сроки устранились это? Какими силами? Значит, нам электросети смогли подать напряжение на наши сети. Это где-то 23 часа 30 минут. Но скажу так, что благодаря тому, что произошла быстрая реакция администрации городского округа, что смогли быстро собрать комитет по чрезвычайным ситуациям и приняли правильное решение о сливе теплоносителя, мы не разморозили жилье. Потому что температура была свыше где-то почти 20, по-моему, градусов. Да, там было около того, да, минус, да. И нас немного поругали, конечно, стороны министерства ЖКХ, но потом поняли, что мы оказались правы. И были определенные моменты, когда были разморожены радиаторы на лечебных клетках, были разморожены радиаторы на балконах. У нас жители, понимаете, каждый что хочет, тот, если есть возможность у него куда-то провести, или воду, или отопление, вот на балкончик провели, воду слили, а на балконе радиатор размёрзся, когда тепло начали пускать. Водичка потихла. Конечно, конечно, да. Но скажу так, что нам очень сильно ещё помогла и область. У нас где-то в районе в течение двух с половиной часов нам аварийных электростанций пригнали только около 20 штук. То есть работает у нас область на этом уровне, что можно организовать. Как бы сказать, как бы и тренировка произошла, никто не знал, насколько это будет отключено. Но мы начали уже где-то к часу подавать тепло в жилые дома. И где-то до 7 утра мы смогли справиться с такой крупной аварией. Но вот такие мелкие последствия вроде лопнувших радиаторов долго устраняли потом? Я вам скажу, я думаю, дня 3-4 хорошо сработал Люберецкий городской жилищный трест. Я думаю, если бы была какая-то небольшая управляющая компания, они просто ни силы средств не потянули бы. И я хотел бы сказать на примере Красногорска, где произошла авария, там котельная вышла из строя, заводская котельная. И когда на уровне города неправильно приняли решение, там устраняли в течение месяца эти аварийные ситуации. Вот по вашему опыту, такое может повториться в зимой в Люберцах подобное? Вы знаете, никто от этого не застрахован, особенно когда отключается электроэнергия. При отключении электроэнергии, ну это как бы в жилах течет кровь, нет электроэнергии, нет воды, нет отопления, нет канализации. Даже если мы поставим на одну котельную, вот если крупная авария на электрических сетях, если мы поставим себе на котельную электростанцию мощную, будет работать, не будет воды. А без воды поддержать не туда и не сюда, так же и без канализации. Но надо к этому готовиться, всегда быть готовым. Вот, кстати, вот в этом мой следующий вопрос. Как теплосеть готовится к подобной ситуации? В течение какого времени? У нас очень мощная аварийно-диспетчерская служба, я вам скажу. Очень часто проводятся тренировки и определенные мероприятия, смотр готовности. Это, ну, в год 6-7, а то бывает и 8 раз. Такие тренировки происходят, как бы сказать, внезапные, на уровне района. Дается команда, что нет электроснабжения, допустим, на какой-то котельной. У нас есть свои электростанции, одна 200 киловатт, передвижная, которой мы можем небольшую котельную запустить. И на котельной ЕГД у нас стоит большая электростанция, 600 киловатт, которая обеспечивает полностью, скажем так, вот этот квартал, чтобы работала наша котельная. Ну, и, конечно, профессионализм именно наших рабочих и служащих имеет не последнее дело. У нас в постоянном режиме дежурят две аварийных машины АРТКМ. Это две аварийных бригады, которые одновременно могут устранять две аварии или технологических сбоя, кран и дежурят экскаватор круглосуточно. Также мы можем в случае каких-то нештатных ситуаций развернуть до четырех бригад. Это в случае оказания помощи. Вот сейчас мы потихонечку объединяемся. Городской округ у нас будет отдаленный Октябрьский, другие. То есть у нас, можем, и четыре экскаватора, и два автокрана. Техники у нас хватает. Мы готовы к этому, чтобы работать где-то и на периферии. У нас большой запас материалов, труб, задвижек, арматуры, насосы. То есть мы готовы. Ну вот, Коля, мы заговорили о том, что у вас есть возможность оказывать помощь в том числе и поселкам, поселениям. Вот, так понимаю, в конце прошлого года теплосеть, как Люберецкий водоканал, они получили статус единых ресурсно-снабжающих организаций. Правильно я? Да, мы готовимся к этому статусу. То есть вы на каком этапе сейчас это становление? На следующем этапе, для того, чтобы принять к себе собственность, мы принимаем собственность, мы сейчас выпустили, мы акционерное общество, и 100% акций находится у городского округа Люберца. Выпустили на 1,7 миллиарда рублей дополнительные акции, чтобы все муниципальное имущество, которое есть у нас в поселках, мы готовы принимать уже от городского округа, отдавать им акции. То есть это все равно будет городу принадлежать, городскому округу отдавать акты и принимать это имущество. Ну, срок, наверное, начала принятия имущества, это будет июль месяц. А дальше какие этапы? Дальше этапы, тут практически должно быть не этапами, а готовность имущества и людей перейти к нам, это должно произойти практически в один день. Мы не можем людей оставить без работы, а жители без тепла, без горячей воды. То есть будет готов, допустим, поселок Октябрьский 25 июля, и городской округ готов будет передать нам имущество. Мы готовы 25 июля вступить, скажем, в обслуживание, в работу. На данный момент проходит инвентаризация всех объектов. Создана комиссия администрации городского округа Люберцы с включением наших сотрудников. То есть я думаю, что до конца июня должна пройти инвентаризация, и мы все до последнего болта, винта будем знать, что там имеется. То есть трудностей в передаче, как таковых, не должно быть. Спасибо, Владимир Александрович. Я предлагаю прерваться на короткую рекламу. Уважаемые телезрители, напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». У нас в гостях Владимир Усанов, генеральный директор акционерного общества «Люберецкая теплосеть». Не переключайтесь, мы скоро вернемся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, мы возвращаемся в студию. Напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». С вами я, Наталья Григорьева. В гостях у нас Владимир Усанов, генеральный директор акционерного общества «Люберецкая теплосеть». Владимир Александрович, продолжаем разговор про переход, про новый статус «Люберецкой теплосети». Что это в первую очередь означает для жителей? Для тех, кто будет потреблять энергию? Для жителей я считаю, что самое главное – это беспрерывность теплоснабжения жилых домов, как в зимнее время, так и горячее водоснабжение летом. И когда мы укропняем наши предприятия, скажем так, крупные предприятия имеют больше сил и средств как для модернизации сетей, модернизации источников, так и по устранению каких-либо аварийных ситуаций и других нештатных ситуаций. То есть и реагирование на какие-то вопросы, как сейчас через добродел идет, допустим, у нас реакция моментально приходит на телефон сообщение, и сразу же, скажем, мы начинаем работать. А где небольшие, малые предприятия? Есть вот, в Малаховке проблемы были у нас, но мы сейчас стараемся там им также помогать. Я думаю, когда мы объединимся, Малахка, наверное, будет легче себя чувствовать. И Октябрьский тоже. Красково и Томилино – это более сильные предприятия. И по Красково, возможно, мы заберем только тепловые сети, а котельные источники оставим. Там создано акционерное общество Красково, которое довольно-таки тоже сильно не имеет долгов ни за газ, ни за электроэнергию, так же, как и Томилино. По поводу Томилино сейчас еще, думаю, может быть, и там создать какое-то отдельное предприятие, а сети забрать. Но все идет, задачи поставлены следующие, что нам нужно перейти к единому тарифу. У нас люди как бы в одном, могут быть, в одном городе жить, и разные быть тарифы. В одном месте выше, в другом ниже, начинают задавать вопросы. Мы живем в одном городе, а почему мы платим разные деньги за куп воды, за другие калории. Ну, это срок небыстрый, это в течение, думаю, 3-4 лет пока будут выравниваться. Где-то будет немного повышаться, наш тариф, скорее всего, будет понижаться, потому что мы большая и крупная организация, нам никто, наверное, не даст. У нас он и так практически не растет. Вот заговорили вы несколько минут назад про модернизацию теплосетей. Вот лето, период обновления. Да. Какие планы у теплосетей в этом году? Планы у нас каждый год крупные. Громатье. В прошлом году мы, можно сказать, с нуля построили две котельные. Позапрошлым одну. И вот сейчас северная сторона, я вам скажу, это, наверное, мы находимся в передовиках сейчас по обновлению оборудования и тепловых сетей. У нас большие планы на этот год по перекладке, особенно тепловых сетей, потому что основные потери идут в тепловых сетях. Мы применяем самые современные трубы, самые современные технологии. Трубы на отопление прокладываем в стальные, в пенополиуретане, в полиэтиленовой оболочке со сроком эксплуатации 25 лет. Ушли мы от стальных труб по горячей воде, потому что хоть какую трубу уложи стальную, оцинкованную, но на горячей воде больше 12 лет она не лежит. Да, но мы прокладываем изолированные пластиковые трубы, типа изопрофлекс. Конечно, они подороже. Срок эксплуатации не 12 лет, а не менее 50 лет. И мы с вами уходим от проблем в обслуживании, от проблем, каждый год мы должны шурфить трубы, вырезать кусочек трубы, отправлять ее на экспертизу, в каком состоянии находится. То есть постоянно это все контролируется? Постоянно, да. И мы добились того, что у нас в городе, пока в городе, не в городском округе, у нас более 60% новых сетей. И уровень тепловых потерь у нас от 6 до 8%. Это примерно европейский уровень, как Финляндия, Норвегия, вот примерно так, да. В Германии, конечно, в Германии там 3-4%. Я был там. Здрасте. Так, значит, вы сказали, что на северной стороне будут основные работы, а что там? Были, были, были на северной стороне. А в этом году что планируется? В этом году у нас, я могу цифры назвать, значит, у нас пока по капитальным ремонтам мы вкладываем 70 миллионов рублей, по модернизации и реконструкции, это сети тепловых источников, это 90 миллионов, это большие деньги. В прошлом году, правда, мы вложили в полтора раза больше, хорошо поработали со строителем, но и эти деньги нам дают прирост экономии по газу, где-то мы 2-3% выигрываем, и прирост это в экономии по потерям тепла, то есть мы экономим свои же деньги, которые тут же вкладываем в модернизацию. То есть у нас с каждым годом идет движение вперед, и мы, скажем, рады сами за себя, и, скажем, руководители среднего ЗИНа и рабочие, они говорят, Владимир Александрович, вот как-то так получается, мы сейчас стали вкладывать такие деньги, мы видим, что все, да, результат по-другому, то есть мы довольны своим результатом. А в этом году ждать на открытие новых котельных? В этом году у нас будет модернизация нескольких котельных, это Космонавтов 18, меняем один котел, но это тоже большие затраты на один котел, так как в районе 12-14 миллионов. Но основной упор на реконструкцию тепловых сетей. У нас, пример привожу, тепловая сеть от Попова 16, строение 2, от Котельной до Митрофановой идет, надземная сеть, и что мы только с ней не делали, как ее не утепляли, но... Потеряет, да, теплоуструбор? Ну, если бы она была бы... если бы к ней никто не подходил, но к ней приходят все греться, начиная от школьников, окончая лиц без определенного места жительства, и всем нужно оторвать этот кусочек. То есть мы посчитали, сколько мы потеряли за последних 5 лет, постоянно ее изолируя, вот в этом году мы и прокладываем новые, но уже в подземном исполнении. И таких сетей довольно-таки много, в районе где-то 11 километров в этом году мы должны проложить. Ну, мой любимый вопрос, я не успокоюсь, если его не задам. Вот знаю, что у вас идет модернизация в такую сторону, чтобы не отключать котельные на лето, на горячую воду. В прошлом году это уже тоже делалось, в этом году тоже. И, может быть, увеличивается число домов, которые не лишатся горячей воды? Увеличивается, увеличивается. Я скажу так, что если по северной стороне все дома, которые получают горячее водоснабжение от котельной, которая находится у нас на территории таможенной академии, котельная 8 марта и котельная Шевлякова, там дома отключаться не будут. А вот квартальные котельные, как мы не сокращаем, но вот постараемся в этом году до 10 дней сократить на северной стороне, чтобы остальные дома, которые будут отключаться, не более 10 дней. Но мы еще очень зависим от покупной тепловой энергии. Мы покупаем у ПАО «Мосэнерго», это ТЭЦ-22 и Жулебинская тепловая станция. Но у них вот по графику, вот у меня есть график, ПАО «Мосэнерго» отключается на 14 дней. То есть это городок А, городок Б. Как мы ни стараемся, мы готовы не отключаться, но они отключают, у них и сети ремонтируют. То есть пока 14 дней. В начале года жителям пришел перерасчет, и люди в жировках увидели 4, даже 12 тысяч. С чем это было связано? Значит, отопительный сезон в 2016 году начался 21 сентября, если все это помнят. Это и по просьбам жителей, и администрация выпустила постановление. Вот плюс 10 дней этого. И у нас в ноябре и декабре были, скажем, температура где-то на 2, было и на 3 градуса, была ниже, которая наша расчетная. Но мы, как Люберецкая теплосеть, мы жителям не насчитываем. У нас 100% стоят тепловые счетчики в жилых домах. И вот чтобы показывать тепловой счетчик, то управляющая компания делит на жителей. На всех. На всех, да. В то же время после этого инцидента действительно поступило предложение от главы городского округа, любвица Владимира Ружицкого, то, что сейчас же происходит оплата, я так понимаю, равными долями по всему году. А он поступил в предложение 7,5. То есть только за часть года, чтобы жители оплачивали, только когда у них есть отопление. Вот по вашему мнению, может это помочь? Как-то, чтобы не повторялось больше такого. Я думаю, что это и нам, как бы сказать, интереснее. Потому что что мы произвели, мы бы и получили. А мы недополучаем в течение года и начинаем капитальный ремонт на кредиты. И жители бы поняли, потому что многие жители не понимают, а почему мы платим летом. Уже много-много городов, которые перешли на оплату 7 месяцев в году, платят. А летом кто-то строительством занимается, грядки, у них дополнительные какие-то средства получаются. И люди понимают, за что платят. Месяц пришло 100 гигакалорий, разделили на всех, пожалуйста. Следующий месяц 70 гигакалорий, меньше, разделили, пожалуйста. Летом ничего, только за горячие воды. Я считаю, это правильное вообще решение. Ну что ж, в принципе, наша программа подходит к концу. Может быть, что-то пожелаете жителям? Жителям хотелось пожелать тепла. Да. И чем жители меньше нас вспоминают, тем нам приятнее и лучше. Мы постараемся удовлетворять все потребности жителей городского округа. И всем счастья, успехов, здоровья. Спасибо большое, Владимир Александрович. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Открытый диалог». С вами была я, Наталья Григорьевна. В гостях у нас был Владимир Усанов, генеральный директор компании «Люберецкая теплосеть». Всего вам доброго. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова